Ни денег, ни квартир. Тысячи переселенцев из Донбасса остались без жилья и без работы, но с многотысячными банковскими долгами. Квартиры, взятые в кредит, теперь на оккупированной территории, а деньги за жилье, которого по сути нет, кредиторы продолжают требовать. Есть ли выход из этой ситуации? Мои коллеги из проекта «Донбасс. Реалии» расскажут о потерянных квартирах, неподъемных долгах и правовом бессилии. Александр Резник уже не первый год снимает жилье в Киеве. Семью из Луганска в столицу перевез после начала войны. Эт лет назад он взял 20-летний кредит на постройку квартиры в Луганске по программе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Дом обещали сдать в 2011-м, но строительство затянулось. Они эти деньги потратили на что-то еще, ну попросту украли. Александр сначала верил, государство все же выполнит свои обязательства, и его семья сможет въехать в проблемный дом. В итоге ни денег, ни квартиры. В сумме мы заплатили где-то около 100 тысяч гривен. Это то, что уже выплачено. Это и по кредиту, и по тем деньгам, которые были выплачены подрядчику, которые вообще безвозвратно утеряны. А потом наступил страшный 2014-й. Луганск оказался под властью боевиков. Семья Александра лишилась последней надежды на спокойную жизнь в собственной квартире. Они потеряли все и стали переселенцами. Но оказалось, что государство все равно считает заемщиков, оставшихся без жилья, должниками. В 2014 году мы подписали с фондом документ о том, что даются кредитные каникулы. Уже недели две назад мне звонили снова с молодежного фонда с вопросом, а у вас же закончились кредитные каникулы год назад, Александр, что вы планируете делать? Идем в фонд содействия молодежному строительству. Там говорят, форс-мажор форс-мажором, а за кредит платить надо. Вонятие форс-мажор освобождает их только от штрафных санкций. Это за невыполнение своих обязательств. Это пеня и штрафы. Но обязательство по погашению процентов, по погашению кредитов остается за ними. А вот правозащитники с фондом не согласны. По отношению к переселенцам государство фактически создало новый класс, класс малоимущих и класс неимущих. То есть мы не располагаем теми средствами, чтобы еще и рассчитаться с банком. Но слава богу, уголовной ответственности у должников нет. И, естественно, в порядке гражданско-правовых отношений мы можем иметь задолженность перед банком, но не значит, что это мы будем платить. Но в фонде все же советуют не портить кредитную историю. И даже обещают выдать исправившимся неплательщикам новый молодежный кредит. У них может появиться возможность получения второго кредита на условиях первого, что немаловажно. И тогда они смогут, может быть, решить проблему свою с жильем. То есть нельзя, как страус сегодня, прятать голову в песок. Расспрашиваем специалиста фонда, что же стало с проблемным домом в Луганске, куда должна была вселиться семья Александра Резника. Оказалось, из четырех недостроенных фондом зданий одно сдали под ключ власти группировки ЛНР. Как нам сообщил непосредственно сам застройщик, то один дом даже был достроен. И заселены туда были люди. Кого туда заселили? Наших ли людей или людей Луганска, которые были близки, скажем так, не нашей власти? Вот мы не знаем. Не знает, что случилось с его домом и сам Александр. Как говорили знакомые, которые оставались там, из дворов этой стройки велись обстрелы, причем в сторону аэропорта. Насколько я знаю, по жилым домам туда ответки не было. Это дом Александра в Луганске на улице генерала Лашина. За шесть лет до его восьмого этажа строители так и не добрались. Зато здание не пострадало, здесь нет следов обстрелов. А вот соседний дом, именно его торжественно сдали уже власти так называемой ЛНР, он заселен. Что за люди живут в доме, построенном по молодежной программе, неизвестно. У них у всех кредиты. А куда платить? Нет, банка нет. Готов ли Александр отстаивать право собственности, если в его квартиру сепаратисты вселят других жильцов? Я не вижу возможности это оспаривать. То есть, когда все станет на свои места, когда мы вернемся туда, тогда, конечно, да, это моя квартира. Пока же Луганчанин, как и тысячи других переселенцев с проблемными кредитами, арендует жилье. И не спешит возобновлять платежи, потому что больше не верит обещаниям государства.